Вечерний хэштег вновь в эфире. С вами Ольга Солоницына. Продолжаем. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили изменения в коронавирусе, которые циркулируют в Сибири. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Среди регионов, где эти мутации были зафиксированы, имя Тюменской области не звучало, но были наши соседи по Урфо, Челябинская и Свердловская области. Стоит ли уже начинать серьезно переживать по этому поводу? Насколько опасны эти мутации? В избежании появления разных догадок и предположений, мы обращаемся с этими вопросами к профессионалу. На связи с Тюменским временем из столицы, кандидат медицинских наук, российский иммунолог Николай Крючков. Николай Александрович, мы приветствуем вас. Ну вот мутация в головах подавляющего большинства звучит как нечто очень страшное. Всегда ли это страшно? Не значит ли это, что была одна беда, а сейчас мутирует все и еще хуже будет? Ну, надо сказать, что все живые организмы в той или иной степени мутируют. Мутация – это, по сути, изменение генома. Геном может быть реализован в форме РНК, либо в форме ДНК. Если мы говорим о коронавирусе, то, конечно, в форме РНК в данном случае. Это значит, что, кстати, наиболее частыми формами мутации у коронавируса SARS-CoV-2 являются так называемые однобуквенные замены или однонуклеотидные замены. Это буквально очень мелкие мутации, когда один нуклеотид, а нуклеотид – это составной элемент РНК генетического аппарата коронавируса, меняется, заменяется на другой нуклеотид. Вот, собственно, это наиболее частые виды мутации. Мутация – это естественный процесс, сопряженный, в общем, с самой жизнью. И далеко не всегда мутации ведут к каким-то негативным эффектам. На самом деле для живого организма мутации – это один из важнейших элементов эволюционных, которые способствуют адаптации этого живого организма к окружающей среде. Если мы говорим о коронавирусе, конечно, коронавирус в кавычках «желает» приобрести нужные ему свойства. И мутация является одним из важных элементов, как ему это сделать. А какие свойства важны для коронавируса? Ну, в первую очередь, это увеличить инфекционность, заразность, то есть способность заражать клетки. Это снизить до какого-то приемлемого уровня, сбалансировать патогенность, то есть способность вызывать патологические процессы. Это способность вызывать смертность, тоже должна быть умеренная. Она должна быть умеренная для этого вируса. А также способность уходить от иммунного ответа организма-хозяина. Вот, собственно, все эти свойства, они и приобретаются, в том числе, главным образом путем мутации. Мутации при этом это не всегда плохо, даже для человека, потому что, надо сказать, что большая часть мутации, которую приобретает коронавирус, она вообще не имеет никакого клинического значения, то есть она не изменяет свойств. А второй момент, есть часть мутации значительная, которые, наоборот, ухудшают адаптацию коронавируса к внешней среде. Соответственно, происходит отсев таких штаммов SARS-CoV-2 из окружающей среды. Так что здесь этот процесс не однонаправленный, а мутации происходят в разных направлениях. В направлении усиления каких-то свойств, ослабления каких-то свойств или отсутствия изменения каких-то свойств. Но, конечно, для нас важны клинически значимые свойства в первую очередь. А на ваш взгляд, в таком случае не напрасно ли норки пострадали в Дании? Вот не погорячились ли местные власти, приняв решение об уничтожении? Сейчас на этот вопрос точно вам никто не ответит. Понятное дело, что сейчас в связи с недостатком объективной информации, а именно о том, какие именно свойства приобрел вот этот новый штамм коронавируса, который прошел через популяцию норок, и является ли это очень опасным для человека, является ли этот тип вирусом опаснее для человека, как с точки зрения его прямой опасности, так и с точки зрения снижения эффективности уже существующих моноклональных антител, вакцин или приобретенного естественного иммунитета. Вот, собственно, пока это непонятно. Ну, так сказать, для того, чтобы перестраховаться, сейчас этот процесс идет. Надо сказать, что даже в Дании, который является, можно сказать, флагманом этого процесса, и из 12 с лишним миллионов норок, уже, как я понимаю, 3 миллиона, к сожалению, уничтожены, сейчас этот процесс может вполне остановиться, и даже в Дании он может вообще не завершиться полным уничтожением этой популяции норок, поскольку есть политические и экономические аспекты, которые в значительной степени этому препятствуют. Все-таки поподробнее о сибирской мутации, о которой говорила Анна Попова, насколько она значительна, и станет ли из-за нее коронавирус более опасным, более непредсказуемым, более страшным? Ну, для начала надо сказать, что перед тем, как делать какие-то далеко идущие выводы, необходимо увидеть публикацию, научную желательно, а не в обычных СМИ, которая бы, первое, характеризовала бы методом полного геномного секвенирования, собственно, геном данного штамма, насколько его распространенность. Второе и третье описывало бы какие-то значимые эффекты, хотя бы инвитро, то есть не в исследованиях на людях, а в исследованиях на клеточных культурах, которые показывало, что данный штамм отличается по каким-то свойствам от уже до этого существовавших. Ни то, ни другое, ни третье пока не сделано, поскольку самой публикации еще мы не видели, поэтому говорить о каких-то особых свойствах этого вируса рано. Единственное, главный санитарный врач России Анна Попова сделала такое заявление о том, что этот штамм может частично уходить от иммунного ответа при использовании существующих препаратов, в частности, сыворотки переболевших людей, сыворотки реконволюционеров. Якобы сыворотка реконволюционеров на этот штамм действует значительно менее эффективно, чем на уже существовавшие. Но пока этот тезис существует в форме заявления, и пока научных публикаций на этом мы не видели. Впереди зима, холода, Новый год. Жара коронавирусу не сильно страшна, как показала практика, а холода. Боится ли он холода? Ну, строго говоря, конечно, при сильных минусовых температурах, как и в случае с другими респираторными вирусами, активность коронавируса, способность распространяться, она снижается. Но здесь ведь важно, что нам показало вот этот горячий сезон. Да, действительно, мы увидели сезонность, как и предполагали сезонность коронавирусных инфекций. Это обычная история, потому что все эти коронавирусы, особенно не эпидемические сезонные, а, собственно, они поэтому и называют сезонные, у них очень явная сезонность прослеживается. И когда этот новый коронавирус адаптирует человеческой популяции через несколько лет, то он приобретет явную совершенно сезонность. В общем, конечно, на фоне эпидемического процесса сезонность менее видна. То есть здесь есть ряд таких моментов, которые важно отметить. что касается того, что будет в новогоднем. Здесь, конечно, значительный новогодний праздник. Здесь, конечно, большую роль играет не столько температура, сколько социальные аспекты эпидемического процесса. В частности, я предполагаю, что за новогодние праздники это две недели, около двух недель. Плюс, если будет продление, будет там три недели, четыре недели, будет спад эпидемического процесса. Если это будут двухнедельные каникулы или отпуска, это будет не сильный спад, но, тем не менее, заметный, который, однако, нивелируется к концу января, началу февраля. То есть, по сути, мы получим небольшой спад за это время, не связанный с температурой, а связанный именно с такими социальными процессами. А, соответственно, с февраля будет опять новый рост. До конца этого года уже мы точно увидим цифры где-то в районе 30 тысяч, может быть, выше случаев заболевания в день по всей стране. Опять же, это не связано с температурами, это связано с ходом эпид-процесса. Ну вот, несмотря ни на что, люди намерены на новогодних каникулах все-таки хоть как-то отдохнуть, путешествия сейчас активно бронируются. Вот как бы вы посоветовали организовать свой отдых так, чтобы и отдохнуть, и с ковидом не встретиться, и не привезти его домой? Ну, совет будет довольно тривиальным, это постараться не контактировать с незнакомыми людьми, особенно в течение длительного времени, особенно в закрытых помещениях. То есть, если на воздухе это еще возможно, то в закрытых помещениях крайне нежелательно, потому что вы не знаете, какую инфекцию, принесет ли вам инфекцию какой-то новый незнакомый человек, который может абсолютно не иметь никаких симптомов при этом, мы же уже знаем это. Поэтому, если отдыхаете, да, наверное, отдохнуть, конечно, нужно в новогодние праздники, то желательно выбирать более-менее уединенные места, либо там дома какие-то, либо, так сказать, гостиницы небольшие, а там, где собираются большое количество, например, горнолыжные курорты, да, большое количество, я не рекомендую, вы рискуете тем самым. По крайней мере, если вы уже едете, то не берите с собой пожилых родственников, близких, ни в коем случае, или тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями, и, как минимум, две недели после возвращения с курорта, также с ними не контактируйте. Спасибо, спасибо и за разъяснение, и за советы. Своим мнением поделился эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Мы заканчили новогодними каникулами, ими же и продолжим через мгновение. Не пить шампанское в новогоднюю ночь и серьезно пересмотреть меню праздничного стола рекомендуют некоторые диетологи. И, несмотря на кажущуюся абсурдность таких призывов, аргументация вполне здравая. В новогоднюю ночь, как правило, увеличивается нагрузка на скорой больнице. Ожоги от петард, подкреатиты, колики, алкогольное опьянение, травмы, обморожение. Сейчас и так напряженный период из-за коронавируса, больницы переполнены, поэтому действительно есть смысл поберечь себя и своих близких. И еще о новогодних перспективах. В эти каникулы россияне будут путешествовать внутри страны, поскольку вылеты за границу достаточно сомнительны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вряд ли кому-то перспектива прилететь в чужую страну и загреметь там в местную больницу, где немало своих заболевших, кажется очень уж привлекательной. К тому же, ведь широка своя страна родная. Какой кусочек этого большого новогоднего туристического пирога достанется нашему региону? Попытаемся понять вместе с экспертом вечернего хэштега, президентом Тюменского областного союза туриндустрии Любовью Матиевской. Любовь, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, скоро у нас заканчивается программа туристического кэшбэка, до Нового года месяц. Как раз люди уже более-менее должны определиться своими планами. Поговорим об этом, но начнем с нас. Куда мы едем? Что выбирают тюменцы? Уезжают ли они или здесь остаются? Ну, тюменцы, конечно, достаточно разнообразны. Если сейчас провести статистики, и мы говорили, вот именно из числа тех, кто всегда путешествовал, 100% у нас в прошлом году 90% выезжали за границу, 10% оставались где-то внутри страны отдыхать, да, в среднем, ну, 15%. То сейчас это, конечно, наоборот, мне кажется, что 90% отдыхают внутри, а 10% всего лишь осматривают выезд за границу. Небольшая часть, это, конечно, заграничное направление. Основное – это внутренний туризм. Какие направления рассматривают сами тюменцы? Первое – это отдых внутри своего региона, потому что даже по статистике мы понимаем, что все туристические базы на Новый год уже забронированы, домики уже, свободных домиков нет, плюс второй момент, как бы все устали сидеть, и в ресторанах сейчас тоже нельзя спраздновать, да, Новый год. Соответственно, это первый момент. Второй момент – это активный отдых. Это Шерегеш, это Красная Поляна, то есть это направление активно бронируется. Это тот же Магнитогорск, то есть это то, что можно сесть на машину и доехать самостоятельно. По Шереге, что мы сейчас слушали. Ну, дай бог, чтобы разумно подошли к этому вопросу. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Также санаторно-курортно, потому что многие сейчас есть запрос на то, чтобы восстановить свое здоровье, и многие заботятся о здоровье. У нас большая санаторно-курортная база в Тюмени, но большинство санаториев тоже проданы, и мы это наблюдаем еще, что, опять же, во-первых, часть санаториев до сих пор находятся под моногоспиталей, и большая часть, конечно, они работают, которые работают на продаже, они уже проданы. И мы это наблюдали даже в первую волну кэшбэку, интерес к Тюменской области, потому что мы были в десятке, и одним из принципов был самый высокий средний чек. То есть у нас не дешевый санаторный отдых, он достаточно качественный, он отвечает действительно многим мировым стандартам, и к нашему региону хороший интерес в этом плане. Конечно же, туристические маршруты тоже, экскурсионные, познавательные маршруты, тут Тюменцы интересуются, могут ли они с семьей отправиться в Тобольск на пару выходных, на тур выходного дня, либо съездить в Елутровск, в Заводоковск. То есть это направление. А могут, потому что не все перебронировано, забронировано? Сейчас, в принципе, у нас это возможно, мы можем данных туристов присоединить к группам, которые к нам приезжают из других регионов. Это по императорскому маршруту, по термам как раз, да, по чайному пути, по тем направлениям, которые у нас, в принципе, активно бронируются сейчас, по Черному Золото Сибири. Но у нас сейчас идет по направлениям, если сказать, то спрос даже из по России, вот из Центральной России. Многие запрашивают императорский маршрут, либо термы, но они говорят, а можно нам тогда включить экскурсию Черное Золото Сибири? То есть вот они хотят узнать, соприкоснуться с этим, но они не хотят ехать на целый тур. Им интересно там погрузиться на один, ну, максимум там пару дней, да? Поэтому этот запрос тоже есть. И тенденция по нашим туристам, я наблюдаю то, что все-таки у нас возрождается семейный отдых. И это радостно, с одной стороны, потому что сейчас массовый отдых, он, в принципе, уходит на второй план, и детские поездки, все мы знаем, закрыты, и мы думаем, что в 2021 году не будет чуда, и они их не откроют. Соответственно, я наблюдаю, как в частные музеи, как самостоятельно по звонкам, да, что к нам действительно семейный туризм, он едут с регионов, это, скажем так, неуправляемый туризм. Откуда? Из каких регионов? Вот как вы знаете, средний такой портрет. Это люди какого достатка? Из какой части России? Зачем они сюда едут? Сколько денег они готовы здесь потратить? Такую статистику нам дайте, пожалуйста, небольшую. Здесь, получается, у нас очень хороший запрос с центральной России, это Санкт-Петербург, это Москва, потому что мы отвечаем хорошим качествам сервиса и достойным, то есть нас считают же самым дорогим регионом, да, соответственно, как бы к нам едут. Едут интеллектуалы, потому что у нас и императорская семья, и декабристы, то есть у нас много исторических событий, которые сохранились, которые транслируются через здания, через экскурсоводов, ну, через программы определенные. А откуда они о нас узнают? Скажите, пожалуйста. Здесь хорошо работает у нас, конечно же, программа «Совместное продвижение», и огромное спасибо нашему департаменту, и конкретно «Визит Юмэн», потому что проделана колоссальная работа, потому что в частный бизнес бы это никогда не сделал, и здесь, благодаря тому, что к нам постоянно приезжают рекламные туры, которые приезжают, кого привозят? Блогеров? К нам привозят из разных регионов абсолютно России, да, это блогеры, это туроператоры, это те люди, которые непосредственно общаются с туристами, транслируют во внешний мир. Это Самара, это Красноярск, это Новосибирск, это Питер, Москва те же, да, то есть это та Россия, которая, в принципе, готова к нам ехать. Но есть момент еще дорожной локации, и мы еще не со всеми прямыми перелетами обладаем, и это, конечно, ну, как бы немножечко притормаживает. Здесь у нас хорошая логистика с Москвой, у нас хорошая логистика с Санкт-Петербургом, у нас есть рейсы с Новосибирском, с Красноярском, после Нового года мы ожидаем и очень ждем, что будут рейсы из Самары, потому что у нас есть запрос туда поехать, там есть действительно, что посмотреть, где погулять. И, соответственно, их туристы тоже заинтересованы, особенно нашими горячими источниками. Ценовая политика, сколько стоит тур в Тюменскую область, например, там на пять дней для семьи, ну, вот из четырех человек? Давайте так, вот сейчас для семьи не скажу, я скажу среднестатистическое на человека. И какие запросы? У нас туры в основном рассчитаны на три ночи, четыре дня, вот средняя, да? Стоимость таких туров в среднем составляет 15 тысяч рублей. Самое минимальное – 12 тысяч рублей на человека. Это тур с проживанием, с экскурсионным обслуживанием, чаще всего завтраки 100% включены, обеды, ужины чаще всего не включены, ну, обеды по программам у нас идут. И предлагаются какие-то дополнительные услуги, то есть это такой день, когда мы полдня активно заняты, и полдня, в принципе, можем чем-то заняться дополнительно, да? Есть другие туры. Тур, допустим, на 8 дней, который полноценный фарш, как all-inclusive. Туристы ни о чем не думают. У них есть, это не совсем стандартная программа, мы им показываем Тюмень глазами тюменцев, мы знакомим их с нашей кухней, с гастрономией, они сами готовят наши сибирские блюда, они изучают музей, погружаются вот в эту музейную историю, когда мы находимся в музее, играет живая музыка того времени, да, они играют в императорские игры, ну, то есть вот такой формат. Такие туры начинаются от 56 тысяч на человека. Они востребованы? Ну, здесь, да, эти туры сейчас востребованы, потому что люди хотят приехать и не тратить время на поиски того, чем они займутся. Да, логично. И они получают, в принципе, если рассчитать этот продукт самостоятельно, турист, он получится, у него дороже. То есть дикарем дороже ездить, чем в составе организованного тура? Да. Вот я хочу, у нас все-таки есть такой стереотип у россиян, что дикарем по России, я же знаю язык, я сам договорюсь, у меня будет дешевле. Но я всегда в этом плане привожу Санкт-Петербург, и сейчас приравниваю все наши регионы, потому что все работают по этому принципу. Возьмите отель, который у вас идет по программе, посчитайте, сколько ночей вы планируете пожить, как тур. Все объекты, которые, все питания, сколько вы потратите денег. Я уверяю вас, вы потратите больше, если вы возьмете тур. И самое главное, вы сэкономите время, потому что время – это не возвратный ресурс. Ну да, и новогодние каникулы не такие уж большие. Вы скажите, я когда хочу поехать там за границу, в Европу, Турцию, я захожу на сайт туроператора и выбираю себе отель, дату вылета и все такое. А так же легко приобрести тур в Тюменскую область? На сегодняшний день, если мы говорим про крупных туроператоров, допустим, про Ту и про Аннекс, про Пегас, есть пакетные предложения, но они еще не до конца доработаны у них, то есть они еще в процессе проработки. И я вас уверяю, что в 2021 году это будет одно из массовых направлений, которые, в принципе, встанет. Потому что все понимают, что Европа не откроется так быстро, как мы хотим. И в России, как сказал Лавров, мне очень нравится его выражение, мы за всю жизнь можем объездить весь мир, но мы не объедем всю Россию. И это действительно так, потому что уникальная страна, у нас очень много национальностей, у нас культур очень много, с которыми хочется знакомиться. Действительно, ты приезжаешь на новую территорию, ты ее открываешь для себя, как абсолютно что-то новое, неизведанное. И Тюмень тоже этим богата, слава богу, и мы богаты термальными источниками. Вот мы о термальных источниках, тоже масса вопросов у нас есть к вам, как представили в Тур-индустрии. Но мы сначала посмотрим сюжет, как все начиналось, собственно говоря, откуда истоки, откуда ноги растут. А после поговорим. На территории Тюменской области когда-то было море, но многие почему-то до сих пор в это не верят. Все ваши сомнения развеют белемнит. Этот морской организм можно сравнить со современным червяком, только здесь меньше, чем его половина. Сейчас ему 150 миллионов лет, и когда-то он жил в море, которое было на территории Тюменской области. На поверхности еще несколько доказательств из поселка Вензели. Это морские моллюски. Здесь вот хорошо их очень видно. Другие организмы есть, но они более мелкие. Теперь вы знаете, в геологическом прошлом моря то и дело наступали на Западную Сибирь. Прямо сейчас под вашими ногами три этажа со скоплением подземных вод. Например, Тюмень снабжается питьевой из-за этого верхнего горизонта артезианского бассейна. Но нас интересуют пористые породы. Те самые, с минеральной водой. Они разместились поглубже, порядка тысячи-тысячи семисот метров. Минералка молодая, всего несколько десятков тысяч лет. Но главное, подогрета самой природой. Вода, которая сейчас попадает в эти пласты, или попадала 10 тысяч лет назад, она перенимала соли, растворяла в себе соли, которые отложились от древних морей. Остановилась такой. А температура этой воды, она обусловлена тем, что недры земли, они же горячие, да, то есть внутри глубоко земля горячая, и, соответственно, она как плита, что ли, подогревает немножко эти воды и доводит их температуру до 70 градусов. Целебные воды были скрыты до 50-х годов. Тогда в Тюмени стали искать нефть и газ. Бригада пробурила скважину, а оттуда хлынула горячая минеральная. Потом все повторилось. Тюменская область в районе села Покровка, на берегу Малого Тараскуля, Яра. Тогда и стало понятно. Тюменская область буквально сорвала куш. Тот горизонт, откуда планируется добыча вот этой воды для потом использования, это синаманский комплекс, который именно в нашем регионе характерен чем? Что он есть практически везде, что он практически везде насыщен минерализованной водой, и он относительно, например, по сравнению с Ханты-Массийским округом, неглубоко. И таким образом, это уникальное условие, что воды много, ее можно активно использовать, она имеет определенные лечебные свойства, и при этом ее добыча не будет слишком дорогой при бурении скважин. Тюменцы быстро поняли, можно не только пить эту воду, но и нырнуть в нее с головой. В окрестностях Тюмени стали приезжать даже из бывших союзных республик. Все ради того, чтобы посидеть в яме с грязью и минеральной водой. Сарафанное радио кому-то помогло, и все, тут никакого интернета не надо, никаких гаджетов, звонков, все люди просто узнавали. Я был поражен, если честно. Яма там утром, может, метров 10-15 в поперечнике, и люди там в те годы даже привозили больных людей из Казахстана автобусами, они там разбивали палатки на берегу и жили там. Пока, предположим, курс там 10, предположим, процедур. Так и здесь, под Заводоуковском, в 55-м наткнулись на соленый фонтан. Сначала законсервировали, хотя воду успели отдать на исследование. Ученый совет Свердловского института курортологии и физиотерапии признал ее целебной. И через два года скважину взяли в оборот для лечения. Здесь возвели бальнеологическую больницу на 50 коек. Были подобные курорты и поближе к Тюмени. Добирались до них с попутчиками и на перекладных. Сегодня в области 69 скважин. 30 из них рабочие, остальные законсервированы. И главное, сколько ни купайся и ни бури скважин, вода не закончится. За такую находку геологи говорят спасибо тем, кто стоял у истоков открытия. И хотят назвать источники их именами, чтобы сохранить историю и труд тех людей, кто в сложных, буквально нечеловеческих условиях открыл нам кладезь региона. Напомню, в студии вечернего хэштега президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская. Любовь, но верите ли вы в перспективу тюменских терм, столица курортных термальных вод, выстрелит? Как думаете? Я думаю, что 100% выстрелит. Потому что есть запрос, плюс то, что мы позиционируем, и то, что действительно 100% доказано, это наши воды содержат всю таблицу Менделеева. И здесь действительно можно вылечить практически все, если правильно к этому подходить. С медицинскими показателями, да? И я вам скажу, что наши термы, они лучше даже, чем европейские термы. И мы действительно на хорошем европейском уровне. У нас большой сейчас уже ассортимент терм. Я всегда говорю, что самый большой плюс Тюмени, что наши термы подходят на любой кошелек. От эконома до ВИПа. Потому что у нас есть термы, куда можно съездить там за 300 рублей и покупаться. А есть термы уже с хорошим сервисом, с качеством. И люди платят за это совершенно другие деньги. Это большой плюс. А среднего сегмента, может, средний сегмент сейчас стоит развивать? Средний сегмент 100%. У нас средний сегмент есть. Его, наверное, сейчас не так много. И мне кажется, что те источники, которые работают на эконом, им нужно поработать над сервисом, над благоустройством своих территорий. И, в принципе, не вложить туда колоссальные деньги, а хотя бы какими-то маленькими шагами. И тогда они дотянут уже до среднего сегмента. Анонсировалось создание термального маршрута. Он уже создан. Если да, то сколько стоит? Да, он создан. Он уже стартует у нас в январе как раз. Стоимость маршрута составляет 16 тысяч рублей на человека. Что он включает и сколько дней? Он включает в себя посещение четырех источников, экскурсионную программу. Мы там еще и катаемся на хасках в этом туре. И, соответственно, завтраки и обеды он включает. Ну, где-то ужины по программам нет. То есть чаще всего ужины мы отдаем на откуп. 20 тысяч без учета перелетов, дороги, всего на свете. Да, все верно. А где размещаются они? Размещаемся мы. Базовый отель у нас Восток обычно идет, да. И, соответственно, мы иногда размещаемся на некоторых источниках в зависимости от маршрута, как выстраиваться. Как много объектов размещения, которые связаны с термальным нашим хозяйством, они включены в систему кэшбэка туристического? На сегодняшний день у нас вообще включено 14 объектов всего, включая гостиницы. Из них, те, кто находится с термами, если мне не изменяет память, три объекта. Три или четыре. Немного. Маловато, да. Но давайте не будем забывать, что, в принципе, мы включены, у нас туроператоры работают по программе кэшбэка с турами. И в турах уже термо не заявлены. То есть, по сути, у нас больше включено. Просто они не напрямую продаются, а они продаются в комплексе с программой. То есть мы вот от этих 16 тысяч рублей отнимаем определенный процент. Ну вот мы так понимаем, что у вас, у ваших коллег, работы будет на выходных, на новогодних каникулах немало. Но не опасаетесь ли вы, что вот эта вот ситуация непонятная с ковидом, с эпидемией, она как-то опять порушит все эти планы? Не опасаемся. Первый момент. Почему? Потому что запросы идут на небольшие группы. У нас максимальный запрос группы – это 10-15 человек потолок. То есть в среднем 10 человек группа. Второй момент. Наши отели, в принципе, все были в период пика, да, они были, работали обсерваторами. И они отработали настолько, что по безопасности, по подходу, то есть они отработаны максимально. И здесь очень важно, что турист действительно приезжает, он может быть спокоен за свое здоровье. Самое главное – соблюдать самому. Когда ты находишься в общественных местах, надевать маску. Музеи тоже у нас великолепно отработали. То есть музей не принимает группы больше пяти человек. Это тоже очень важно. Даже при группе десятичек, да, есть нюансы, не очень удобно нам. Но тем не менее мы за безопасность, за то, чтобы к нам был туристический поток. И это большой плюс. Скажите, пожалуйста, может ли Тюмень стать местом не для одного посещения? Не один разочек приехал, а потом уехал и чего-нибудь другое пошел искать. Я вам могу сказать, что да. Потому что чаще всего к нам туристы изначально сейчас, мы наблюдаем тур выходного дня. То есть к нам приезжают где-то на три дня в среднем. Соответственно, когда они приезжают, за три дня невозможно. Потому что в одном Тобольске можно находиться три дня, и то его весь не посмотреть. Соответственно, туристы, когда приезжают к нам на три дня, захватывают Тюмень и Тобольск, они не успевают накупаться в термах. Они с удовольствием узнают и потом едут сами в термы для того, чтобы восстановить свое здоровье. Либо кто-то не был на нефтяном маршруте, он хочет вернуться на нефтяной маршрут. То есть, в принципе, туристическая отрасль и ресурсы, которые на сегодняшний день, они готовы встретить туриста, ну, как минимум, три раза. А там уже хотела к туристу, да, потому что можно здесь объединить и с Ханты-Мансийском, и сделать еще активный тур. Расширять, расширять, расширять. Да, абсолютно верно. Ну, и не только термы для здоровья же, положительные, хорошие эмоции, которые они здесь точно получат, они ведь тоже будут благосленно влиять на иммунитет. 100%, а самое главное, наша природа, потому что к нам едут еще за нашей природой, за сибирским характером, и посмотреть на то вообще, что такое Сибирь изнутри, потому что мы все-таки первый город Сибири. Ну, дай бог, чтобы этот наш первый термальный зимний сезон удался и состоялся, как планируется. Поживем-увидим, но пальчики на всякий случай держим. Спасибо, спасибо большое, Любовь. Спасибо вам. Друзья, на этом у нас все. Свежий выпуск вечернего хэштега «Каждый день» в 19.00. Завтра в этой студии вас будет приветствовать Анна Скорнякова. Благодарю вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...